У нас в гостях Макс Белоусов, успешный маркетолог. Какие проекты ты считаешь, может быть, менее известные, распиаренные для твоей аудитории, но не менее значимые для тебя? Да, работал с Тони Робинс, Саят Шабудинов, с артистами Black Stars, это что касаемо известных таких проектов. Также продвигал Экарта Толи в Крокусу Тихол на 6000 человек, было мероприятие с Ильей Болхниным, с Олесием Тимофеевым, с Киром Улановым. Кто все эти люди? Это известные маркетологи, кто в теме. Также еще работал с Радиславом Гондопасом, со Сколковым мероприятие, конференции отличное. Ну и остальное вы вряд ли знаете, но было проектов очень много, да. Супер-презентация, супер-визитка. Спасибо. Макс, какую последнюю новость из диджитал мира читал последние, которые в тебе нашла отклик? У меня упали охваты в Инстаграм. Вот с этого момента попал. Да. Я в Инстаграм обещал убрать лайки. Я очень жду, на самом деле, чтобы их убрали, потому что я уже задолбался. Мне уже надоело отвечать на вопрос, а почему у меня 130 тысяч подписчиков и 200, 300, 500, 700 лайков. Я же не могу объяснять абсолютно каждому человеку, который мне пишет в директ, что 90% блогеров они накручивают лайки, да, именно поэтому у них там большое количество лайков при определенном количестве подписчиков. А я как бы этой херней не занимаюсь. И отключение этого масс-фоллоуинга, наверное, у тебя не прошло. Ну, то есть, наверное, как? Слушай, ну, такой Инстаграмный блогер почувствовал на себе, что это ограничение сейчас довольно много, сильно мешает людям. Ну, честно тебе скажу, я, естественно, пробовал все это и на себе, и на клиентах, потому что, ну, моя первоначальная задача – это разбираться в том, что я предлагаю, либо что я продаю там в качестве услуг. Поэтому, естественно, я это все пробовал на себе, испытывал и масс-лайкинг, и масс-лукинг, и масс-фоллоуинг, там, и накрутку охватов, и лайков, да, но, там, и чаты активности, там, и комментарии. Вот это все, естественно, я через это прошел. И что я могу сказать? То, что видимость можно создать, но продаж от этого не прибавится, потому что, ну, сильного роста в охвате там не увидел, честно. То есть, когда ты подкручиваешь эту всю статистику, да, это смотрится красиво, но это фейк. Это фейк, и, как бы, единственное, что ты можешь продавать – это рекламу в таком аккаунте, но при этом у тебя второй раз рекламу не будут уже заказывать, потому что с нее не будет никакого толку, просто рекламодатель, да, и поэтому, по сути, у тебя каждая реклама будет одноразовая. Да. Вот, поэтому, естественно, да, еще раз говорю, через все это прошел, все это знаю, все это пробовал, сам настраивал, но так как сейчас, как ты знаешь, очень все сейчас строго в Инстаграме, и он борется с этим, а борется он с этим потому, что он хочет зарабатывать, да, то есть там есть официальная реклама ВКонтакте, таргетированная, и, естественно, ему выгоднее, чтобы люди не пользовались вот этими всеми накрутками, поэтому уже убирают лайки, да, вот, да, чтобы люди, естественно, забыли про вот эти, вот накрученные какие-то там просмотры, лайки, комментарии, чтобы они выходили в органический охват, что, по сути, сейчас все блогеры, все маркетологи, они ценят именно охват, то есть сейчас валюта – это охват, ни лайки, ни комментарии, именно охват. Понял, но в любом случае без инвестиций в собственный аккаунт, ну, если мы вот сейчас говорим конкретно про вот эту новость, и раз уж мы заговорили об Инстаграм, инвестиции в аккаунт все равно, ну, даже ты в одном своем интервью говорил, что у тебя довольно большие инвестиции были за последний год в свой Инстаграм-аккаунт, а как в этой структуре ты распределялся этими финансами? Спасибо, что посмотрел мое интервью, мне очень приятно. Да, действительно, я только последние там уже 8 месяцев назад начал заниматься своим личным брендом, до этого работал на проектах удаленно, не в штате, но как бы полностью сидел на каком-то проекте, вот последний проект крупный как раз – это Тони Робинс в Олимпийском. Большой масштабный проект, была большая команда у меня, там, человек 20 на этом работало всем, и, соответственно, с этого проекта я просто накопил денег себе, порядка, там, миллиона рублей, вот, и этот миллион рублей я решил осознанно потратить не на Audi A5, да, там, какую-нибудь там поддержанную, там, либо еще куда-то, а потратить в Инстаграм, в Инстаграм, потому что я понял, что сейчас, ну, у меня многие даже спрашивают, типа, Макс, вот ты потратил миллион рублей, как ты говоришь, там, в Инстаграм, этих денег бы хватило, чтобы создать очень большое сообщество ВКонтакте. Почему именно Инстаграм? Отвечаю, потому что именно в Инстаграме прокачивается твой личный бренд, потому что люди не будут искать твой паблик ВКонтакте, когда будут вбивать Макс Белоуса в Гугле, они не будут заходить и читать твои новости, там, твои лонгриды ВКонтакте, они захотят быстро посмотреть Инстаграм, потому что Инстаграм сейчас как визитка 21 века, то есть она показывает, насколько ты популярен, насколько ты раскручен, какой у тебя личный бренд, чем ты занимаешься по жизни, ну, как бы там много всего, там много триггеров, которые закрываются сразу, которые нельзя закрыть в Фейсбуке и ВКонтакте, при этом не все сидят ВКонтакте, то есть, ну, как бы я сижу, и то мало, и ВКонтакте сейчас, мне кажется, ну, отживает свое, отживает свое, потому что большинство людей, они уходят сейчас, кто-то в Инстаграме сидит, кто-то в Мессенджеров, в Телеграме в основном, потому что Телеграм сейчас активно развивается, то есть он сейчас все обновляется и обновляется, там новые фишки какие-то появляются, очень крутые, большие деньги туда вкладываются, вот, и в Ютуб, то есть то, что я сейчас вижу, самые вовлеченные в социальные сети, это Ютуб, Инстаграм и Телеграм, ну, чисто по моему мнению, по моему там вот замечанию. Как вот ты считаешь, вот в настоящее время, скажем, построение автоворонок и различных там тоннелей продаж с использованием копирайтинга, вот этих вот триггеров эмоционального влияния на людей, на ЛП, это еще до сих пор рабочая история? Ну, конечно, оно всегда будет работать, ну, то есть, будет меняться только техническая оболочка, то есть за счет чего это делается, то есть, скажем, когда автоворонки только-только приходили на российский рынок, они делались на основе имейла, то есть вся, по сути, коммуникация велась через имейл. Были какие-то контрольные реперные точки через веб, то есть, скажем, там, посмотреть вебинар, там, либо там оставить заявку, там, либо что-то скачать, но основная коммуникация велась через имейл. Потом, соответственно, появился тренд мессенджеров, то есть как раз вот эти вот сервисы Лилу с Украины, да, вот, который, по сути, ну, по-моему, один из первых создал такую платформу большую, которая позволяла создавать вот эти вот туннели продаж в мессенджеры, там, в Телеграме, в Вайбере, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Скайпе, да. К сожалению, в WhatsApp туда не смогли засунуть, потому что там в закрытой API, да, вот. Но, в принципе, я тоже видел сейчас в WhatsApp это все реализовывается, но при этом такими там танцами с бубнами, да, потому что там приходится... Это просто дорого. Ну да, там приходится регистрировать бизнес-аккаунт. Я, по-моему, у бизнес-аккаунта в WhatsApp только у Синергии сейчас есть. И у Альфа-банка. Да, вот два получается. И вот танцы с бубнами с телефонными симками, то есть там сложно это все. Вот. Соответственно, после LILU начали появляться аналоги, более дешевые, потому что сама система LILU платформы, она закрытая, то есть туда не всех пускают, да, и, во-вторых, она дорогая. По-моему, она стоит там полторы тысячи евро в год. В год? 1700 долларов. Да, мне, в принципе, вот на прошлом проекте Tony Robbins мне оплачивали эту систему, я в течение двух лет ей пользовался, да, там сам все это настраивал, все это делал. Но, естественно, как бы, если ты моно-специалист, там, маркетолог, по сути, как вот мы с Игорем когда общались, я сказал, что, естественно, маркетолог не будет оплачивать себе платформу за полторы тысячи евро, если он не занимается инфобизнесом, со средним человеком там 30 тысяч рублей. Вот. Соответственно, начали появляться системы TextBack, What's Help, в которой я тоже там сейчас вот работаю. Они, в принципе, похожи у функционала, да, там тоже можно все это выстраивать, но не так дорого и не так сложно. Соответственно, отвечаю на этот вопрос, да, это все, естественно, работает, просто меняется тренд. То есть сначала был email, потом был мессенджер, сейчас геймификация, да, то есть сейчас вот так вот все идет, но одни и те же фишки, одни и те же NLP, вот эти вот NLP взаимодействия с людьми, они до сих пор работают, так же как фрейминг, там, я не знаю, там, перенос, эффект переноса, там, эффект, там, не знаю, какой там может быть, там. Ну, дающий пользу, открытая петля. Да, 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 вот это все, но до сих пор используется и будет использоваться, потому что это психология. Безусловно, масса людей, которые уже начинают понимать о том, что маркетинг в России выходит на новый уровень, то есть, скажем так, квалификация и уровень клиента, она, безусловно, растет, то есть email marketing так или иначе, сознательно или нет, развивает эту аудиторию, и вот эти вот обратную связь, которые мы получаем, ну, это просто следствие того, что человек находится на волне этого, и просто, ну, приелся, но это, скажем так, больше единичный случай и исключение из правил, нежели какой-то массовый. Ну, ты, нет, ты правильно сказал, что люди учатся, то есть, это обучение клиента происходит, да, и, опять же, вот этот клиентский опыт, это все равно, что, знаешь, вот взять наш кинематограф, да, то есть, люди сейчас не смотрят дерьмовое кино, потому что компания Netflix, там, не знаю, там, компании, там, не знаю, там, какой-нибудь там, ну, все, кто сейчас снимают крутые сериалы, HBO, да, там, они научили людей, они, точнее, приучили людей к хорошему, и когда наш какой-нибудь, наша компания российская пытается снять какой-нибудь сериал, многие уже говорят, типа, что за дерьмо, потому что они видели, как круто может быть, и им дают, как бы, херню, да. Критики, суки, кучи, блю, стыдно. То же самое в маркетинге, понимаешь, если люди видели, как может быть хорошо, и им, как бы, впаривают дерьмо, естественно, они думают, нет, я не хочу это, я уже видел, как может быть хорошо, я хочу так же, как минимум так же, да, то есть, скажем, вот взять, предположим, не знаю, там, синергию, да, ну, у них есть свои плюсы и минусы, но я считаю, что упаковка, подача у них прикольная, да, то есть такая вот, ну, там, сайты хорошие, да, там, и, как бы, синергия, там, какие-нибудь, там, бизнес-атланты форумы, там, потом форум, какой там еще может быть, там, не знаю, там, ну, вот эти вот самые топовые, да, вот, там, трансформация, да, там, они задают планку, да, остальным игрокам в ивент-индустрии. Планку в части чего? Планку качества, качества, маркетинга, качество, да, качество маркетинга, рекламы, качество упаковки, качество сайта, вот они задают планку, тренд, и, как бы, остальные ивент-игроки рынка, они должны подтягиваться, да, то же самое, скажем, в воронках, да, если появляется какой-то мощный игрок. Давай по-другому, вот взять Портнягина, да, по сути, Портнягин, он задал эту планку качество продакшена то есть он сказал чуваки можно снимать вот так и это круто да я не говорю про личный бренд партнер я не говорю про то как к нему там относились относятся я говорю сейчас про качество картинки это действительно так с этим сложно не согласиться за последние полгода его видео контент очень крутого конечно он крутой именно поэтому я могу сказать только за последние полгода то есть там действительно есть и польза есть сейчас и даже с элементами челленджи у него видео если про последние тогда знаешь о мне мне понравилось какой не тайгу сделали честно ну то есть я понимаю что это фторично я понимаю что они взяли там там оттуда оттуда и как бы не буду сейчас референс и называть это понятно но они сделали крутой продукт крутой который даже по комментариям видно то есть людям нравится люди там ставят лайки там ждут следующей серии они сделали крутой контент то есть он вот именно последние полугода лично вот по нему могу сказать что там был точно разворот трендов в сторону качество продакшена это бесспорно нежели вот уход с ну скажем тех предыдущих инструментов продвижения которые используются тоннель продаж и ту философию которые о которой рассказывает василий рей он вот эта философия ну признаемся честно она не нова то есть предпродающие пользы продающие пользы мафии офферы это в принципе переиначенные несколько формулировки как бы действующих маркетинговых инструментов что ты себя подчеркнул от лилу какой ты опыт получил по конверсиям если они есть да можешь лет этим гордиться и я отвечу так то что как бы не надо делать из инструмента самое важное то есть многие ну извини за выражение дрочит на эти инструменты тоже типа вот я там изучил систему геймификации изучил систему лилу изучил автоворонки как строить изучил как авто вебинары сделать да я не дрочит на это да то есть дрочит чисто на технический аспект это все равно что дрочит на камеру red да то есть вот прийти сказать я снял клипы на камеру red ну как бы всем посреди на что-то снял эту камеру главное как ты это снял как результат какой результат да соответственно как бы система лилу это просто хороший инструмент для реализации твоей задумки маркетинговой да но я поделюсь да как ты попросил там конверсиями и проектами которые там реализовывал но важный момент то что на самом деле все это можно реализовать и без сервисов и без автоматизации просто своими руками то есть скажем сейчас я недавно запустил квест игру в инстаграме который я реализовал с помощью телеграма и с помощью небольшого сервиса по автоматизации переписки в директе в инстаграм то есть там просто бот который отвечает на определенное слово да по сути вашим та же самая фишка которая у вас мне нужен вопрос чтобы в директ это было вот этот сервис стоит там копейки да я это все реализовал как бы за два часа да то есть как бы мне не нужно было выстраивать какой-то сложный туннель продаж чтобы реализовать свою идею и она работает если у твоей идеи есть наполненность есть какая-то польза для клиента потенциального то по хрену как ты это реализуешь как бы и по поводу конверсий но тогда когда я запускал туннели продаж у меня была система запуска evergreen то есть она получается цикличная до через вебинар который был платный то есть я пласть просил 1 доллар меня тогда удивило что люди которые платили 1 доллар конверсия доходимость на вебинар было в три раза выше чем если бы это было бесплатно потому что тестировал и бесплатно и платно вот как бы ну опять же возвращаясь к психологии да то есть когда люди платят 1 доллар им сколько блять жалко не дожать ситуацию до конца допустим они думают и лишь доллар заплатил надо все таки прийти на этот странный вебинар и посмотреть что же там интересного это будет да я должен отбить свой доллар как ты считаешь по стран построение сложного пути клиента ну так как делает это вася в своей платформе насколько это оправданно и насколько это конверсионно вот это из нас на вначале интервью сказал что чем проще тем лучше короткие заголовки прямой путь без ветвления и так далее знаешь вот вот тут в части в части вот его пути клиента вот я с тобой соглашусь это совершенно громоздкая история насколько она конвертит в каждый из своих я отвечу так нужна золотая середина то есть если бы скажем ты меня спросил макс как познакомиться с девушкой да типа как вот сделать так чтобы с ней переспать кстати это любимая аллегория вася дома я тоже я бы тебе сказал слушай надо быть супер уверенным себе да и ты бы такой меня послушал типа надо быть уверен на себе вышел бы на улицу разделся бы и пошел бы голым по улице да то есть ты бы как бы это гиперболизировал мой совет да то есть нужно золотая середина всегда то же самое в туннелях продаж и в касаниях вот скажем вот я вчера проводил урок для своей группы по курсу меня курс по маркетингу я проводил урок как раз по автоматизации по воронкам и там значит я ребятам показывал пример марии саладар да вот я ее лично знаю без обид маш но очень забавно значит я когда-то подписался куда-то там на машу в телеграм и вконтакте была какая-то рассылка там вебинар значит забавно что по сути маша как бы она же ну как бренд у нее вокруг чего построенный типа очень крутой специалист по воронкам да я значит захожу в контакте и начинаю листать те сообщения которые мне от маши приходят значит выглядит так макс приходи на мой вебинар за день до этого купи мой курс за день до этого купи мой курс купи мой курс купец по скидке как theme 2 курса вастык и петли курса по скидке купи вебинар посмотрим об этом и смотрели на г giorni много гонок ну ж блять где тут воронка млядет мини где точь мучит машин за несп Moto2 мучит просто я даже не знаю на что я просто непонятно что оно рассчитано просто берет а шелёпает бля по своей базе просто вот купи супа купить где-то по триггеру наверное от сегментировался в не я думаю просто машине париться вот она не знаю у него есть какие-то случайные продажи да она там херачит по базе просто продажи как бы не надо так делать да то есть ну это очень агрессивно и не на каждый сегмент пойдет надо просто я к чему говорю а прежде чем с человека что-то получить по сути маша тоже это мучает может просто она об этом забыла либо сейчас он просто об этом не париться да прежде чем что-то сека получить нужно чеку что-то дать а если сейчас спрос на рынке именно если понимание у заказчика что первоочередно перед первоочередно им нужны именно стратегии маркетологи на бик айди и после этого этот человек либо советует либо сам собирает команду то есть вот спрос на бик айди есть сейчас там знаешь как происходит или чаще всего извини на чаще всего это приходится при вхождении в проект заказчику объяснять то есть тем самым научить и довести до какого-то уровня когда он готов созреть на закрытие этой сделки и начинать да я понял вопрос вот рассмотрим сейчас ту ситуацию которая сейчас очень распространена у маркетологов я думаю те кто вот маркетологи меня прям поймут вот если ты маркетолог мне кажется поставь плюсик если я прям в точку скажу почему сейчас большинство маркетологов уходит уходит в инфобизнес вот как вы думаете да вот люди которые не связаны с маркетингом как вы думаете потому что они хотят заработать деньги я не думаю что инфобизнес это типа круто нет потому что дохрена клиентов дебилов просто вот которые не понимают как нормально работать с маркетологом да то есть в чем проблема в том что скажем я с чем столкнулся я крутой специалист я знаю как настраивать рекламу как настраивать воронки как продвигать личный бренд на как создавать там за на туннели продаж я все это знаю но дайте мне блять нормальный проект с нормальным бюджетом с нормальным адекватным предпринимателем да нет таких их мало реально либо нет денег у чувака ну чувак адекватный либо есть деньги ну чувак неадекватно это терпеть либо неадекватные какие-то кипя и которые он хочет выставить до соответственно что происходит из всего вот этого массы вот этих клиентов которые есть на рынке я не хочу уже работать с чеками 50 тысяч рублей 100 тысяч рублей я хочу нормально зарабатывать пошли ну блять как бы пять лет назад это было окей для меня сейчас мне неуки у меня как бы команду меня рекламное агентство я хочу расти но таких клиентов блин мало а чтобы получить нормальным клиента тебе нужно либо идти в тендеры of tender тебя не пустят потому что тебя должен быть ооо с нормальной истории до этого то есть ты должен как бы показать историю который ты закрывал тендеров да там успешных соответственно в что получается замкнутый круг замкнутый круг и единственный выход который есть у маркетологов это идти в инфобизнес то есть объяснять другим как настраивать рекламу и это не плохо не хорошо это просто вот факт такой вот я скажем недавно вел там прямой эфир с виталием комасовым да там по трафику и как бы я вижу чувак-то крутой по таргетингу он реально разбирается но все что он делает 80 процентов своего времени что он тратит он тратит на инфобизнес он не тратит на поиск клиентов на настройку рекламы даже я ему предложил там несколько проектов поведению моего моих там проектов там по трафику он типа ну да посмотрю ему не интересно почему естественно не интересно потому что средний чек настройки таргетинга 25 тысяч рублей на хера ему здесь тратить свои три часа пять часов там на таргетинг на настройку если у него есть курс и у него одна продажа курса 25 тысяч зачем ему здесь тратится время с он там больше заработает то есть как бы понимаете вот проблему сейчас рынка в том что рынок не понимает ценности работы специалистов он не понимает в этом как он не знает за что платить то есть людям нужно доказывать почему это стоит столько то неделю назад я подписан на одного прикольного маркетолога с украины короче он выкладывает реальную историю это реальная история маркетолога крути чувак взял заказ на таргетинг на 500 баксов и чтобы нормально задать вопросы чувак заморочился и поехал к клиенту за 500 километров от того где он живет на машине чтобы просто с ним лично пообщаться настолько чувак заморочился до сын приехал ради 500 долларов просто да он приехал по 7 500 долларов уже получил но он хотел пообщаться с клиентом да может распаковать хотел тоже такие подходы да вряд ли как не знаю это скорее связано с его чувством неуверенности в себе в свои услуги да поэтому у нас только в себе не уверен чтобы поехал за 500 километров клиенту я бы такого не сделал никогда он приехал значит пообщался и в диалоге выясняется что клиент все-таки не понимают что будет делать этот чувак и все и он как бы отказывается то есть чувак потратил время поехал за 500 километров к нему чтобы услышать отказ резюме чуть почему это все говорю прежде всего вы должны сами быть себе продажником да то есть вы должны уметь продавать свои услуги не то что надеяться что вот вы там придете к кому-то он скажет о максе те так долго ждал давай вот тебе миллион до держи нет так оно не происходит я прихожу и у меня там три встречи пять встреч скука десять встреч два месяца я могу ждать пока клиент ну ладно окей хорошо держи друзья но наше интервью с максом подходит концу но не подходит концу в принципе нашей идеи намерения делать такой контент ролики для вас в будущем обещаем делать это приглашать новых интересных интервьюеров задавать им вопросы обещаем что-то будет обязательно практики как макс вот и обещаем новые сайты и ключи для вашего успешного бизнеса друзья если вам понравился наш контент наше сегодняшнее видео наш сегодняшний гость вы знаете что делать внизу записание ссылка колокольчик подписываемся смотрим вот но на этом я с вами прощаюсь спасибо что пришел спасибо за спасибо за интересный разговор за новое открытие кейсы до тебя еще спасибо что мы слушали то тут придешь домой нас наш маме расскажет они нет Субтитры сделал DimaTorzok